Специальную одежду и снаряжение одеть! На работе Роман Коваль отвечает за физическую подготовку коллег. На тренировке он отводит значительную часть свободного времени. Благодаря ему слава соликамских пожарных распространилась далеко за пределы этого города. За это Романа очень уважают. У нас фактически такой единственный мощный спортсмен, который у нас на протяжении многих лет занимает призовые места. То есть, как бы таких у нас нет, вот как он универсал. На этот раз Роман Коваль привез домой шесть золотых медалей Всемирных игр полицейских и пожарных. Соревнования недавно завершились в Белфасте. Важная часть церемонии открытия прошла на стапелях верфи, где сто лет назад спустили на воду Титаник. Среди дисциплин, в которых выясняли отношения участники, одни были явно гражданскими, вроде боулинга, бильярда или спортивной рыбалки, а другие имели профессиональный оттенок. Речь идет о стрельбе из стабельного оружия, различных единоборствах, пожарно-прикладном спорте. Наш земляк из Соликамска не первый раз отличился в легкой атлетике. Как говорит Роман Коваль, он придерживался собственных тактических схем. Главное быть первым на финише, а какая там тактика, какую ты выбираешь тактику, это у каждого своя тактика. Кто-то любит полидировать, кто-то наоборот сидит до финиша и ждет последнего круга. Я не старался бить какие-то рекорды, я знал, что у меня долго еще бежать, и соревнования продолжаются, и поэтому я бежал только на победу. Выходил в конце и выиграл на финише, на самом финише. Всемирные игры полицейских и пожарных собрали в Белфасте порядка 20 тысяч человек со всего мира. В следующий раз представители этих мужественных профессий встретятся, чтобы помериться силами уже на американской земле, в городском округе Ферфакс, штат Вирджиния. Иван Субботин, Василий Дуляпинский, Телевизионная служба новостей.